В прямом эфире программы «Де Юре» с точки зрения закона. Наши коллеги расскажут о том, как бороться с бездействием правоохранителей и органов власти. Как готовились к эфиру – далее в сюжете. Сергей Бурсов – врач-реабилитолог. Переехал в Альнянск год назад из аннексированного Крыма. С собой привез личные сбережения, которые снял с депозита Крымского банка. Вместе с гражданской женой остановились у ее детей – дочки и зятя. Деньги врач хранил дома, который охраняется собакой. Однажды обнаружил – большая часть суммы, более 18 тысяч долларов, исчезла. При этом упаковка, в которой хранились банкноты, не была повреждена. Все пачки купер были тщательно завернуты в файлы и заклеены скотчем. Только стали гораздо тоньше. Мужчина уверен – деньги похитили свои. Ведь у неработающего зятя вдруг появился дорогой мобильный телефон, да и вообще завелись финансы, говорит Сергей Бурсов. По-хорошему решить вопрос не удалось – написал заявление в милицию. За несколько месяцев движений по делу так и не было, уверен потерпевший. Обратился в прокуратуру. Было контрольное изъятие улик тех, потому что прокурор мне показал в заключении эксперта, что следов не обнаружено. Ничьих. Вот на вот этих файлах следов не обнаружено. Ничьих. Сергей Бурсов удивлен, как на файлах и скотче не обнаружили никаких следов, если там должны быть по меньшей мере его собственные отпечатки пальцев. Ведь он брал в руки эту упаковку перед приездом милиции. В прокуратуре Вольнянского района дело взято на контроль. Было установлено, что следственные действия проводятся не систематично. И в связи с этим прокуратурой района вживались соответствующие заходы прокурорского регулирования. А именно это вносились документы, акты прокурорского регулирования на адресу следовательного управления в Запорезьской области, а также документы прокурорского регулирования на адресу керевництва Вольнянского районного отдела милиции. С момента хищения уже прошло полгода. С тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Как заставить милицию работать? На этот и другие вопросы по теме бездействия правоохранителей и органов власти вы узнаете ответ в прямом эфире социального проекта «Де Юре» с точки зрения закона. Станьте участником программы. После выпуска новостей в 20.00 звоните по телефону прямого эфира 213-91-48 и 213-01-09. Задавайте свои вопросы, получите бесплатную консультацию. Повтор программы 7 мая в 12.00 и 10 мая в 8.15.